Здравствуйте, добрые волосы и красные девицы! Низкий вам поклон, любите добрые! Анна Ван Царевич прибыл вместе со сказочными баянами с волшебной страны Белые Лебеди. Летели мы на двух белых лебедях, потому что там специальные оболённые лебеди, они такие большие, да? Садишься, так удобненько на спину лебедей, раз, не полетел. Двухместные, да. Некоторые лебеди, когда особо взрослые, они уже трёхместные даже. Но тут для профессионалов. Да. И в Белой Лебеди все играют на гусках, правильно? И волосы, и девицы, и дети, потому что страна вся растворена в волшебной музыке. И птицы поют, и гусли поют. Правда? Правда. Я приглашаю тебя ударить по струнам, чтобы все люди почувствовали. Благодать гуселек. И давайте вместе начнём изучать нашу древнюю народную мудрость, сказочную, под волшебные звуки гуселек самому. Приглашайте, без сказочного поятного сеть. Иван Царевич привёз из Белой Лебеди древнерусскую книгу, русских народных сказок, 57-го года. А 1800 или 900 я вам не скажу. Это секретная информация. Мы сегодня с вами на нашем волшебном карнавале, живая сказка, начинаем изучать сказочную мудрость. Сегодня у нас первый день карнавала. Мы с вами встали рано по утру, правильно? Кто рано встаёт, то Бог подаёт. Поиграли с утра в русские народные игры. У нас была весёлая зарядочка, потом сказочный пир. И сегодня у нас разворачивается красивый день Ивана Царевича и Серого Волка. Потому что на самом деле Боян — это Серый Волк. Он просто перевоплотился. Потому что, знаете, Серый Волк в сказках, он то жар птица, то Елена Прекрасная, то Ходина, то Грибы, то Волк. Правильно? Да. Потому что в сказке Ивана Царевича и Серый Волк, Волк — это волшебник. Волк. Согласна? Образ. И сегодня Азов Ивана Царевича хочу рассказать о глубинном смысле трёх русских народных сказок. Это сказка «Колобок», «Гусь и лебеди», «Иван Царевич» и «Серый Волк». Сегодня в такой волшебный день Желаю всем добрым людям, чтобы все мужчины пробудили в себе дух Ивана Царевича, были готовы совершить подвиги, поймать свою жар птицу, сесть на белого коня с золотой гривой, прискакать к своей любимой и вместе с ней поскакать по весёлой сказочной жизни. И чтобы все девицы открыли сегодня дух себе, Ивана Прекрасной, прекрасной вселенной, ради которой хочется сесть на этого белого коня. Понимаешь? Потому что просто так молодцы на коней не садятся. Правда, сказочный бояр? Должна быть сказочная мотивация. И сначала Иван Царевич хочет рассказать о нашей сказочке «Колобок», которую мы с детства все изучали. 21 декабря 2012 года состоялось второе пришествие «Колобка». И у людей начало восстанавливаться колобку тела, которую в эпоху весы она, собственно говоря, и съела. То есть сказку про «Колобка» все знаете, как старик со стороной из петли «Колобка». Это как раз образ того, что у человека три световых тела. Потому что «Колобка» когда пекли, взяли что? Две пригоршни. Две пригоршни – это как раз образ мужского и женского начала. Две пригоршни муки. И мука – это образ звездного сияния. Муку эту замесили на чем? На сметане. Это еще один вид звездного света. И потом «Колобка» зажалили на чем? На масле. Вот видите, мука, сметана, масло. А у каждого человека есть в свете тело. Есть дивье тело и есть колобье тело. То есть три вида световых тел. Мука в этой сказке – это образ как раз свечего тела. Все сварки причистые. Столько звезд невозможно сосчитать. И наше свете тело, оно такое же огромное. И вот как раз образ матрешки соединяет колобка. И воедино. Вот это седьмое тело световое. Это седьмая матрешка, большая самая, в которой все внутри и спрятано. Внутри вот этого светевого тела, если открыть, будет дивье тело. Тело волшебника, оно немножко меньше. И внутри еще находятся колобье тело. Это колобок. И поэтому человек перед тем, как родиться, он появляется из круглого живота матери, из колобка. Потому что человек – это колобок с ручками и ножками. Вначале были колобки. А потом эти колобки подумали, а почему бы нам не покатиться. И так они и покатились. То есть испекли колобка на небесах, наши небесные прародители, сварогы лада, небесные печи, в центре сварки причистые. И потом колобок покатился. Из центра сварки причистые на путеводную звезду. Путеводную – на полярную. Полярная – на солнце. Из солнца прилетают дети колобки в живот к маме. Там они созревают 7 сроков, 7 раз по 40 дней. Через 7 сроковников вызревает 7 тел в животе у матери и рождается ребенок, который начинает расти. Вначале он такой маленький. И заметьте, как дети похожи на колобков. То есть наше большинство славянских детей рождаются золотыми волосами. Согласны? А потом, когда уже растут, волосы темнеют. Есть такое? Но не у всех темнеют. Понимаешь? Раньше, когда к нам на Русь приезжали всякие европейские товарищи, они замечали, что вся Русь ходит со светло-русыми волосами. А сейчас, как мы купились на западной ценности, у нас появились темно-русые волосы, каштановые и так далее. Потому что мы немножко отходим от солнечного сияния. Но это тоже такая божественная игра. Я просто говорю это для того, что родителям нужно научиться так воспитывать детей, чтобы золотое сияние в них с каждым днем увеличилось. Потому что мы видим, что дети полны счастья. Они радуются. И по мере взросления из этих счастливых детей вырастает несчастная взрослая. Есть такое? Потому что мы, взрослые, портим детей. А надо научиться так воспитывать детей, чтобы они с каждым днем становились все счастливее, здоровее и красивее. Для этого боги нам прислали божественную структуру буквицы, в которой написано, как правильно воспитывать детей. Первый год такой урок проходит за астмой. Во второе – лето жизни боги, ведьм, глаголи, добро. И вот программа развития на 49 лет изложена в буквице. И за 49 лет человеку надо обрести 49 качеств личности. И тогда в 50 лет новые зубы в подарок. И новое здоровье в подарок. То есть 50 лет – переход на новый итог эволюции. В 50 лет мы или вверх начинаем подниматься, или в 50 лет мы дряхлеем, стареем, зубы упадают, седина, тогда человек завинчивается вниз. И вот в сказке про колобка описывается про три вида наших звездных тел, которые воплотились в образе колобка сказочного. И этот колобок проходил испытание. Вначале испытание зайца. Это испытание на трусость. Это испытание мы с вами прошли. В целом русский народ последние 1600 лет прошел. Но показали, что мы не трус. Правильно? Особенно это было на войне, было видно, но и в мирной жизни тоже. Положительная черта зайца – гостеприимство. Тоже русский народ показал, что он гостеприимен. Дальше, когда колобок покатился вперед, он встретился с кем? С волком. И у каждого животного в сказках две стороны – светлая и теневая. Теневая сторона волка – это агрессия. И тоже русский народ показал, что мы не агрессивный народ. Мы сами первые не лезем в народ. Есть такое? Но зато, кто с мечом на Русь пришел, тот от меча и погиб. Правильно? И вот положительная черта волка – это справедливость. И вот у нашего народа повышенное чувство справедливости. Поэтому наш народ может бы запросто жить без закона. Потому что у нас справедливость внутри, совесть. Правильно? И она у нас изложена в пословицах и в поговорках. И вот это вот писание бумажных всяких штучек в виде закона, оно для нас не обязательно. И вот когда еще 200-300 лет назад приезжали к нам из восточных стран, из арабских стран, из Европы, они говорили, что люди в деревнях живут непописанному закону, непописанным правилам. Да, слышалишь такое? И главное – живут непописанным правилам, которых нет на бумаге. И живут хорошо, мирно, красиво, дружно, да? Потому что у нас вот этого качества внутри справедливости обостренное. Дальше Колобок, когда катился, с кем встретился? С медведем. С медведем. У медведя положительная сторона, светлая. Это то, что он хозяйственный, домовитый. Эту черту мы тоже хорошо проявили. Правильно? К хозяйственным. И отрицательная черта. Медведя какая? Нюклюжий. Медведь хозяин Дьеса. Его теневая сторона – это жажда власти. Ее все просто хочу управлять. И вы видите, что русский народ никогда к власти не рвался. То есть у нас это осталось последней глубина русских традиций. В казачьем войске, когда атамана выбирали, помнишь, дорогой бояр? Он три раза бросал булаву, говорю, не хочу быть атаманом. И весь народ его просит, ну, стань атаманом. Он так, не хочу быть атаманом. И третий раз его просит, ну, стань атаманом, ты же самый разумный, самый сильный, самый светлый человек. Он такой, ну, ладно, буду атаманом. Правильно? А сейчас только попробуй выбери кого-то. Все, все, я начальник. Согласны? То есть вот она тема-то. Испытание медведя мы прошли, и последнее было испытание лисой. Испытание на хитрость. Народ его не прошел, мисица съела колобка. Так сказка заканчивалась до 12-го года. И сейчас каждый из нас, вот кто здесь сидит, кто смотрит Ивана Царевича, должен сдать выпускной экзамен эпохи лисы. Если ты научишься отличать правду и ложь, то б лисица не съедала твое уличного колобкала, которого круг головы светится золотой сияние. Тогда ты войдешь в эпоху волка. А если ты не сдашь экзамен на эпоху лисы, лиса тебя отравит. Отравлены едой, таблетками, отравлены мировоззрением. Согласны? То есть отравы сейчас хватает, вот этой кругом. И задача каждого человека стать здравомыслящим. И выйти из этих лисих разводок. Всего 16 сказок про лису есть. 16 видов обмана. И вот нам всем надо сдать экзамен по 16 сказкам. 16 вопросов в этом экзамене. И когда ты на эти вопросы правильно ответишь, тогда прилетает птица Гомонюн в сказке. Лисичка отвлекается, и колобок прыг, сколько дальше покатился. У тебя останется колобок, и у тебя в жизни останется радость. Ты будешь разумный человек. И ты научишься управлять своей жизнью как красиво. То есть энергия колобка – это энергия радости. Радость, разумность, красота и развитие по золотой спирали вверх. И когда мы все сдадим с вами экзамены эпохи лисы, надо сдать вступительный экзамен в эпоху волка. Да, сказочный баян? Да. Вот. А чтобы сдать вступительный экзамен в эпоху волка, надо научиться играть на гусельках. Согласны? Гусельки у нас делает сказочный баян. Можно к нему обратиться. Раньше в каждой русской семье были гусельки. И вот русскую культуру больше всего как раз лиса и погубила, когда у нас исчезли музыкальные инструменты. А это началось при Петре Первом. Правильно? Гусли все спалили. Петре Алексея Михайловича Тишаевича поели особенно сильно. Но нужно научиться еще и делать гусель, самому себе любимому, для того, чтобы постигнуть глубинную суть этого инструмента. Это не просто музыкальный инструмент, это волшебная вещь, которая будет в каждом вашем доме, если вы сделаете их своими руками. А что в нем волшебного, узнаете чуть позже, когда придете на мастер-класс сегодня. Позже будет волшебным образом объявлено, где это будет происходить, и во сколько, и когда. Да, и по путеводному клубочку прийти. 16 сказок про лесу есть на сайте Ивана Царевича «Русская сказка. Бога». Их надо прочитать, и вот эти все скрытые послания раскрыть. Потому что если ты этих 16 не сдашь экзаменов, по-любому ты будешь дряхлеть, стареть, и умрешь от болезней, как умирает большинство людей, от дряхлости, мук и старческого маразма. А если ты сдашь вот этих 16 экзаменов, то открывается тема долгой, здоровой жизни. И вот чтобы войти в эпоху Волка, вступительный экзамен в эпоху Волка, это научиться красиво танцевать, петь песни. Для этого мы основали сейчас сказочную семинарию «Собери свою матрешку», где мы за год изучаем 49 народных танцев, 49 народных песен, хороводок, игр, 49 букв, 49 сказок и 49 волшебных трах. Семь главных наук. Потому что если ты это не изучишь, ты застрянешь между двумя эпохами. Вот эпоха Лисы, ты вроде с лохотронами разобрался, но если ты не сдал вступительный экзамен эпоху Волка, ты вот в этом вот месте и застрянешь, посередине эпохи. А, как говорится, не туда и не туда, это самое опасное положение. Правильно скажешь, не боятся? Так что вы определитесь, или вы еще в эпохе Лисы посидите, или в эпоху Волка. Потому что застрять в между мире самое неприятное, там больше всего трясет. Поэтому мы приглашаем всех добрых людей учиться в нашем сказочном семинаре главным семинаром. танцам, играм, хороводам, песням, сказкам и так далее. Еще очень важная тема, чтобы вступить в эпоху Волка, вписаться, обязательно нужно жить по новому календарю. Потому что, когда пришла эпоха Лисы, у нас была что? Календарная эпоха на Руси. Понимаете? В каждую эпоху свой календарь. И календарь у нас какой был, так же, как и язык, безобразный. То есть у нас, например, 21 декабря, 22, 3 марта, 10 марта, 5 февраля. Какой смысл в 5 феврале? Духово. Никакого. Чувствуете? Нет образа. Безобразный календарь. Просто консультация фактов. Время идет. И вот в эпоху Волка родился сказочный календарь. Вот он. Как раз родили его Иван Царевич и Серый Волк. Волк мне на ушко нашептывал, а Иван Царевич это нарисовал. Ну, не так, конечно, красиво нарисовал, а еще схематично. А потом нашел сказочного художника, СС Сергея Суворова. И вот он так красиво все это изобразил, что у нас сейчас лето царевной лебеди, 2016 год. Здесь описано, как пользоваться календарем. И здесь на каждый день и на каждую неделю написаны духовные уроки. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неумолимый век. Тогда, мой сын, тогда весь мир ты примешь во владении, тогда, мой сын, ты будешь человеком. Правильно? То есть человеком надо еще стать. Вот. И для этого надо жить по человеческому календарю. С каждым днем для этого становится красивее, мудрее, здоровее и лучше во всех отношениях. Хотите так жить? Да. И я так хочу. И для этого календарь составил и для себя, и для добрых людей. В нем соединяется мудрость как раз. Мудрость русского народа. Соображать на троих. Мудрость буквицы, которая структурирует время в течение года. 49 недель года по буквице проходит. Мудрость колоды карт. Тройка, семерка, тур. 52 карты в колоде, 52 недели в году проходят. Вот. И потом, заметьте, 52 недели в году, а в полной колоде есть еще Джокер и неучченная карта. Правильно? Почему? Потому что проходит 2 недели, а потом приходит Джокер, Дед Мороз. И Джокера в колоде, заметьте, две. Красный Джокер и черный Джокер. Почему? Потому что Дед Мороз есть красный нос и синий нос. Красный нос, это если ты хорошо прожил, правильно этот год, приходит Дед Мороз со светлыми шутками, с добрыми подарками. Красный нос. А если ты плохо прожил, то тебе проходит Дед Мороз синяк, который набухался синим носом. И у тебя в жизни начинается черный юмор. Понимаешь? То есть черный джокер, это же тоже шутки, но только черные шутки. Я пожесткачу, да? И вот мы видим, что очень много нашего народа, они как бы, это самое, Новый год встречают под елкой, правильно? Напились, и вот они под елкой лежат, видите? А хорошие люди встречают Новый год, как трезво. И приходит Дед Мороз в Красный нос. То есть видите, что календарь там, он живой. Вот он как раз разбит на семь сороковников, и мы проходим с вами семь верст до небес, и все леса, за год. То есть именно благодаря календарю можно научиться структурировать свою жизнь, чтобы в конце года подняться вверх. А пока мы живем с вами по-лисему календарю, то есть вот это вот, январь, февраль, март, апрель, время не имеет духовного смысла, и мы видим, что с каждым годом люди дряхлеют. Это же очевидно, что человек в 50 лет, у него здоровье меньше, чем в 40, в 60 лет меньше, чем в 50, в 70 лет человек еще хуже становится. Есть такое? Высокое, что со мной, да? И вот главная причина, почему люди дряхлеют, потому что живут по лисему календарю, безобразным, бессмысленным, который называется вообще как? Григорианский, да? А кто такой этот Григорий? Ты знаешь этого Григория? Григорий. Я его не знаю, что он наружит такой. Как что-то Григорианский календарь. Понимаешь? Юлианский был раньше, это большевиков там. А этот Юлик тоже. Какое отношение к русскому народу имеет Юлий Цезарь? Понимаешь? Может, его и не было. Может, его и не было. А этот календарь основан на простых вещах. Матрёшка, вот она, пощупать можно. Буквица. Мы с вами на буквице разговариваем на русском языке. Правда, на сокращенном варианте. И колода карт. Все в детство играли в картишки. Потому что карта – это и есть наша древняя ведическая структура. Видите, вот она колода карт. И здесь у меня кто? Красный Джокер. Потому что мы с вами встречаем календарь на валете с красным Джокером. Да? Да. Сейчас пусанем карты. Достанем какой духовный урок нам на сегодня. Чем важны карты? Они дают элемент случайности. То, что умом человеческим не рассчитать. Но случайность – это с лучом нашим. Случайно? Боги разговаривают с людьми. Заметили? Ты живешь, бац, и случайно влюбился. Ты же не планируешь так, завтра мне надо влюбиться. Она пришла, и все, ты влюбился, и грант. И так же случайно происходит самое лучшее в нашей жизни. И вот случайно я вытаскиваю вот эту карту. Наш духовный урок на сегодня. Оп! Что здесь? Так, четверка червовая. Духовный урок какой на сегодня? Любовь. Любовь. Видите, червовая, это же мир любви, дружбы. Сегодня нам надо открыть сердца. И четверка в народной культуре, это как говорят, ты идите на все четыре стороны. Правильно? И вот наша задача сегодня, нашу любовь, отправить на все четыре стороны. Согласны? Давайте возьмем свои руки. Вот так. И представим, как сердце к любовь разливается. В все стороны. В две стороны вначале. На левую и на правую. А потом вот так бочком поворачиваемся и еще на две стороны разливаемся. Здорово? Да. А какие же духовные уроки нам готовит календарь? Как сказал Иван Царевич, календарь духовной уроки. Сегодня у нас какой день и день? Понедельник. Понедельник сегодня. День матрешки. Вот. День явного тела. День явного тела. То есть сегодня по понедельникам, каждый понедельник года надо думать. Ага, правильно ли я питаюсь? Что надо улучшить в питании? Явное тело, чтобы питалось правильно. Потом в понедельник каждый мы думаем. А хорошо ли я выигрышу? Или у меня есть пупырышки, прыщики. Или явье тело, а на нем какие-то лишние темы есть. Правильно? То есть в понедельник мы занимаемся тем, что улучшаем свое явье тело. Во вторник жаре и так далее по очереди. Потом сегодня у нас начинается буквица Веди. И карта двойка червовая. На всю неделю двойку червовую изучаем. Всю неделю изучаем Веди. Духовный урок Веди. Урок на умение получать Веды из вещего леса окружающего мира. То есть по-восточному говорят, как многие привыкли, хроники Акашу кругом тут распределены. Вернадский говорил «ноосфера». А по-русски как это называется? Вещелец. Правильно. То есть вот так вот. Вся наша мать сыра земля, вся тридевятая царство, вся сварга причистая пронизана вещем леса. Вед божественных, которые растворились. И вот задача человека научиться получать доступ к этому вещему лесу. Научиться, учиться, как говорит еще народная мудрость. То есть целую неделю мы учимся, как правильно получать Веды. Потому что смысл жизни человеческой состоит в том, чтобы с каждым днем становиться все более ведущим, убежественным человеком. И чтобы человек расширялся. Сегодня ты знаешь, ведаешь вот столько, завтра вот столько, потом вот столько. И вот задача такая, чтобы наши веды расширились до всего мироздания. Чтобы я вот подошел к Колобку, например, и сказал «дорогой Колобок, что сегодня происходит на Альфа-Центавре?» Понимаешь? И ты мне рассказал, что происходит на Альфа-Центавре. Вот. А мы с вами пока что еще. Круг нашего понимания, он настолько маленький, ты только ведаешь, ага, как правильно питаться, как жену завести, как детей завести, как деньги заработать. То есть вот масштаб нашей личности. Чувствуете, он маленький. Дальше, когда твоя личность начинает расти, веды твои растут, ты начинаешь понимать не только еще, как семью создавать, детей рожать, а как в порядке содержать свой род, свой клан, свое племя, свой народ. Потом ты уже все человечество ведаешь, понимаешь? Тебя уже волнует, как негры живут и как им помочь. Китайцы и так далее. То есть братские народы соседних материков. И так твое мировоззрение начинает расширяться, расширяться. Потом до уровня всей матушки Земли. Ты уже волнуешься о дельфинах, о муравьях, о всех живых существах. Потом дальше ты расширяешься, ты уже думаешь о тридевятом царстве, о Солнечной системе. Потом о нашем чертоге коровы зиму. И вот так вот веды не расширяются. И смысл жизни каждого человека расширять вот уровень своих вед. Чувствуете? А пока что мы с вами самые мелочные люди за всю историю человечества. Еще таких мелких людей на Земле никогда не было. Людишек, можно сказать. Потому что сколько людей думает только о своем брюхе, о том, как заработать деньги. И вот масштаб их личности. Он настолько вот такой маленький. Согласны? Есть такое? И вот задача начать расширяться. Потому что счастье – это чувствовать себя счастью чего-то большего. Вначале счастью семьи, потом рода, народа, человечества, вселенной и так далее. И вот это вот урок веды. Расширять свое ведение, ведение мира. Понимание того, что ты можешь ведать в этом мире. Двойка червовая – это урок того, что сейчас идет максимальная поляризация. Двоек тут в календаре четыре. И четыре недели вот это идет поляризация. И заметьте, вот самое полярное – мужчина и женщина. И вот когда мужчина и женщина в вопросе поляризации не забрали, разобрались, они постоянно ругаются, бьются. В сковородке летают по квартире, тарелки. Короче, ужас такой, ругательство, оскорбление. А когда мужчина и женщина разобрались в вопросе трения, поляризации, они танцуют. То есть вот это вот танец противоположностей начинается. И в результате этого трения двух должен появиться третий. То ребенок. Понимаешь? А если двое трутся именно за счет того, что они дерутся, рваются, оскорбляют друг друга, третий не рождается. То есть это трение становится бесплодным. И вот первые четыре недели от календы идет трение. В начале пиковое, потом крестовое, червовое, бубновое. По четырем мирам. В начале мир Яви трение идет, потом мир Нави, Слави и Прави. Вот сейчас у нас трение идет в мире Слави. И если мы с вами вот это правильно запустим, нам всем сказочно повезло. Именно в эту неделю больше всего могут раскрыться сердца, состояние любви, дружбы. И вот это трение между нами, мужчинами и женщинами, между детьми и взрослыми, как две противоположности. Вот то, что здесь жарко, а на улице холодно. И вот это трение можно превратить в танец, в праздник. Ведь здорово, в баньке попарился, там жарко, на улице выбежал холодно, туда-сюда, а потом после бани хорошо. Согласна? Вот. И я приглашаю всех научиться воспринимать именно трение танцуючих. Вот наша задача на всю неделю. Здорово? Итак, вторая сказочка. Гуси-лебеди. Ну и, конечно, поэтому приглашаю всех этот календарь приобрести, дома повесить и начинать структурировать свое время, учиться. Учиться вот это красиво. И вот это вот ведание календаря переведет тебя обязательно на новый лицо, на уровень развития. А пока ты будешь жить по Алисиеву календарю, ты обязательно сто процентов будешь дреклеть, портиться и стареть. Потому что только с календарем начинается новая жизнь. Заметьте, на Руси были Рюриковичи, Ророговичи, Соколовы, так? И вот когда Романовы пришли, первым делом, чтобы Рюриковичи убрать, они поменяли календарь. Помните было такое? 300 лет назад. Потом дальше. Когда пришли большевики, это совершенно другая структура, чем царская Россия. Первым делом они поменяли календарь. Помните эту тему? То есть они меняли и календарь, и язык. То есть и те, и другие меняли календарь, и язык. И сейчас эпоха Волка, мы снова меняем календарь и язык. То есть язык 24 букв, то есть язык 33 у нас буквы, мы меняем на 49, дополняем, расширяем. И календарь мы наполняем время духовным смыслом. Чувствуете? То есть вот этот календарь, это настоящий эволюционный переход на уровень развития. Потому что только с календарем мы с вами оживем. И вот древние сказки у меня 57-го года. Здесь интересные вещи, которые после 57-го года немножко заштриховали. И сказочка «Гуси-лебеди». Помните такую? Сказочка куда-то растворилась. Да, она у меня в другом древней уходе. Здесь сказка Ивана Старевича и Серый Волк. Ну, сказочку «Гуси-лебеди» почти все наизусть помнят. Помните, как похитили мальчика? Девочка бежала искать. И яблонька ей говорила «Искушай моего яблочко». Молочная река с кисельными берегами говорила «Испей моего киселька». А печка говорила «Съешь моего пирожка». И это как раз тема, тема трех царств. То есть «Испей моего пирожка». Вот эта вот тема, печка, это же тема бани, это тема запекания. Иван Царевич, как и Емеля, просто спал на печке, которая была очень сильно раскалена. То есть спал на печке, которую так сильно растопили, и что на печке невозможно лежать, и ты на ней зажариваешься, как ржаной пирожок. И вот когда ты спишь на раскаленной печке, наступает настолько вот такое мощное состояние пропекания тела, что целую ночь у меня были такие звездные видения. Вот летал по сварке всей плечистой, и видел такие светлые, яркие образы, настолько вдохновляющие, мощные. Поэтому задача какая? Только через печку с кушаемого пирожка, это образ такой, обязательно надо пользоваться печкой. Но только все сказки, они же написаны как? Образно, иносказательно. Это не значит, что надо обитаться ржаными пирогами. Мы понимаем, что эпоха Волка, это эпоха возрождения исконных понятий. И пирожки у нас будут какие? Кто скажет эпоху Волка? Пирогически. Пирожки, орехи с медом. То есть древнерусское название хлеба, это орехи, смешанные с медом. А потом начали смешивать с медом зерна злаковые. А потом мед убрали, и вместо меда начали добавлять в залаковые соли. И вот так мы сейчас имеем вот этот продукт, который называем хлебом, но это лисий хлеб из пшеницы и ржи. А древний хлеб, который до сих пор едят староверы, у которых по 16 детей, до сих пор есть на Руси люди, у которых по 16 детей. Эти люди едят хлеб из меда с кедровыми орехами, а хлеб с пшеницей и ржи называют скотским хлебом. И не притрагиваются. И вот вопрос, кому ты веришь? Или людям, у которых по 16 детей конкретно, или врачам, которые что-то доказывают, о пользе или вреде. Или какие-то вот энтузиасты у нас исследуют, ага, это в плеще полезно, это вредно. А вот когда люди на собственном примере показывают, что у них жизненная сила на 16 детей, да? Вот это авторитет. Ну для меня, в всяком случае. Вот. И задача какая? Всем нам надо испечься. Регулярно ходить в бане. Кто регулярно в бане ходит? Руки поднять. А кто-то ходит нерегулярно еще. Поднять руки, кто ходит в бане регулярно. А посмотрите на соседа, кто бы не поднял. Выдайте ему пендель. Вот так вот по лбу ему. Впишите. Вот так вот. Чтобы все ходили в бане. Потому что спасти братца можно только когда ты в печку залезешь. Помните в сказке «Аленушка залезла в печку»? Залезла? Есть такое? Вот тебе намек. Если ты в печку не залезешь, пропадешь. А раньше просто на Руси еще, когда, например, бани не было рядом, была такая традиция, что протапливали печку, потом угли все вынимали, и баню принимали внутри печки. Слышали так? Вот. Это древнерусская баня внутри печки. Раньше просто печки были побольше, чем сейчас. Сейчас у нас такие печки для гномиков. А раньше вот такие печи были огромные. Что там можно было еще внутри париться. Потом дальше яблочко изкушать, яблонько бросить, да? Это тема открытия сердечного царства, серебряного царства, душевности нашей. И заметьте, Аленушка-то в сказке вредничала такая. Да у нас и пшеничные пирожки не едят, и что ваши раны? А яблонька какая? Лесная, говорит. Скушай моего лесного яблочко. А я и домашнее садовое не ем. Что мне ваши лесные? Это о чем говорит? Что Аленушка была бессердечная. Вредная девочка! Правильно? Ты не вредная девочка? Ты хорошая? Смотри, слушаться надо яблочко. И вот когда уже Аленушке пришлось, спасая братца, открывать свое трицарство, тогда она скушала лесного яблочко. Чувствуете? То есть это открытие сердечности и дружба с природой. Природа говорит, ребята, закаляйте себе такое. Я не буду закаляться. Природа тебе говорит, что? Скушай дикой травы, адуальчиков, подорожников нет, я пойду, картошечки поеду. Понимаешь? То есть природа, матушка, тебе говорит, как быть здоровым, счастливым, крепким. А пока ты ведешься на лесе разводки, ты болеешь, ты пропадаешь. У тебя воруют твоего брата родного. То есть семьи разваливаются, сколько сейчас разводов, сколько проблем. Именно из-за того, что люди, лисам больше доверяют, чем новым заповедям эпохи Волка. Чем народной мудрости. Согласны с вами? То есть сказка, видите, какой многозначительный уровень имеет. И дальше молочная река с киселями берегами. Испей моего молочка. Что это за молочко? Кто скажет? Правильно. То есть вот эта молочная река с киселями берегами, это млечный путь, по которому плывет и наше красное солнце, и наша мать-царая земля, и наши тела сейчас. Вот тебе кажется, что ты сидишь в этом зале сейчас, слушаешь Ивана Царевича, дышишь кислородом, воздухом. Правильно? И тебе вот кажется сейчас, что тебе или холодно, или жарко кому-то здесь, кому как-то. А если ты начинаешь глубже смотреть внутрь того, где ты сейчас находишься, ты начинаешь понимать, что сейчас каждый из нас плывет по этой молочной реке с киселями берегами. Мы с вами плывем в этом молочной реке, и наша задача – осознать, мы уже в океане блаженства. Просто этому блаженству надо отдаться. Мы с вами сотканы из звездной пыли. И вот это вот звездное блаженство через нас всегда течет. И когда мы начинаем это вспоминать, мы спиваем этой молочной реке с киселями берегами, наша жизнь превращается в праздник каждый день. Мы находим дурака. Вот как королевич Лисей нас будет сегодня учить этому. Как найти дурака? Внутри тебя сидит красный джокер. Понимаешь? Красный джокер – это веселый дурак из русских народных сказок, который находит дурацкое объяснение жизни, и это дурацкое объяснение самое радостное. Правильно? А Лиса нам все время подсовывает черного джокера. Ребята, и вот этот черный джокер – это мы видим всех этих петросянов, юмористов вот этих, анекдоты чернушные вот эти, да? То есть люди смьются над болью, над какими-то отрицательными моментами жизни. Согласны? Черный джокер. И все такие, да, у нас кризис финансовый, да, у нас себя беднее, и ржут над этим. Да, у нас народ глупает, вот это черный джокер, ты ведешься на это. А задача такая наша, когда ты переключаешься на молочные куськи, сели берегами. Шутки радостные. По руси-батушке юмористы раньше не бродили. А кто бродили? Сковороки. Боялы, баяны, балагуры, колоброды, шутники. Пересмешники такие еще. Представляешь, ребята были пересмешники, у них специально была тема такая, пересмеять все. Пересмешники ходили. А юмор появился вот как раз от Александра Путина, чем нужно вот эту тему. Юм, это оголомор, смерть, уничтожение. То есть посмеяться над чем-нибудь таким, что разрушает человека. Вот. Поэтому всем нам надо, как это Еленушки, кто хочет спасти своего брата, то есть восстановить нашу семью, восстановить наш славянский род. Надо в печи испечь, надо скушать молодильное яблочко с лесной яблони. И надо испить из молочной реки с кисельными берегами. И заметьте, вот мы часто в лес идем, какие там яблочки лесные, покажите. Маленькие такие кислые, согласны? Кто лесные яблоки ел? Вот, почти все ели, молодцы. А вот представьте, яблони выращивают яблоки для того, кто ест. И вот нам говорят, в саду надо сажать только культурные яблоки. Понимаешь? Выведенные селекционерами. Вот такие вот. А мои друзья некоторые не поверили в эти леси разводки. И взяли у себя, в саду посадили дикие яблони. Знаете, что получилось? Эти дикие яблони через несколько лет начали давать большие, сладкие, вкусные яблоки. Представляете? Без всякой селекции. Потому что яблони, она растет яблоки для того, кто ест. Вот в лесу яблоки в основном кто едят? Птички, зайчики, правильно? И для этих птиц кислые яблоки маленькие. Они самые вкусные и полезные. А так как людям нравятся большие и сладкие, то яблони смотрят на это и выращивают те яблоки, которые мы хотим. Чувствуете? То есть вся природа направлена на благо человека. И вот сейчас мы с вами йота за йота начинаем понимать какие простые вещи. И вот в сказочку мы переходим в третий Иван Царевич и Серый Волк. В некотором государстве, в некотором царстве жил-был царь. Холост... Ой, это не так. Жил-был царь Бериндей, было у него три сына. Младшего звали Иванов. И у царя был сад великолепный. Росла в том саду яблонька с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. И вот эта тема опять три сына, три царства. И вот яблоки начало воровать, как мы знаем, кто? Жар-птица. А царь не знал, поэтому сказал выставить охрану. Вот. И вот когда старший и средний сын яблоками сторожили, что они сделали? Заснули. Заснули. Понимаешь? И жар-птица, как мы понимаем, это образ здоровья. И вот каждый из нас хочет быть здоровым. Все хотят быть здоровыми. Подумите руку, кто хочет быть здоровым. О! Все мы хотят быть здоровыми. Но мы с вами теряем бдительность. Как мы теряем бдительность? Вот ты хочешь быть здоровым, идешь по какому-то городу, а здесь магазин. И ты такой, о, магазин, зайду, посмотрю. Заходишь, а там продается вкусная, но вредная еда. И ты зашел, наелся этих пирожков. Торт медовик съел. Вот мороженое съел. Вот мороженое съел, у тебя будет рожа, как у Мары. Ты пойми. Мороженое – это самая опасная еда, которую ездите. Гидрогенизированные эти растительные жиры. Вот. Мороженое есть, рожа, как у Мары будет. Дальше продукт еще Мары – Маргарин. Мары – Га – движение. Маргарин сейчас ложат везде. Во хлеб, в холбу, в печенье. И большинство продуктов из магазина ложится. Маргарин. Мары – Га – движение. Чувствуете? И вот ты потерял бдительность. Съел это ядовитые виды, твое здоровье сгорело. То есть птичку ты не поймал. Чувствуете намек какой, да? Что сказка-то она живая. И только Иван-царевич, когда стоял на страже. Вот. Почему Иван-царевич сидит на этом пеньке? Потому что перешел на сыроедение. Здоровое питание. Бегаю с утра, дышечки нет. Когда зарядка-то у нас играет. А у многих-то одышечка. Почему? Мороженым увлекаемся. Вот. И вот Иван-царевич только захотел уснуть. Что он сделал в сказке, чтобы не заснуть? Ку-у-у-у. А? Росой умылся. Чувствуете? И вот задача такая. Начать умываться росой, живой водой. Это главный секрет вообще Елены Прекрасной, Василисы Премудрой и Царевны Лебеди. Правда, Царевны Лебеди? Да. Это умывание росой по утрам. Секрет женской вечной красоты. Вот. Умывание в росе всего тела. Все кощей бессмертные, бабки-ёшки, я вам по секрету скажу. Они обязательно раз в неделю, в тёплое время года, голышом моются в росе. Потому что только омывание в росе даёт человеку вот это состояние очищения полного. И перехода вот на природные вибрации. Ро-са. То есть идёт рост светлой силы аса, роса. Только в росе идёт вот это вот состояние вечного обновления, омоложения. И вот когда наши люди, все русские, поймут, что надо в росе купаться и будут купаться, тогда только начнётся омоложение народа. А также состояние бдительности. Потому что когда мы умываемся росой, мы с вами снимаем ещё волшебный мороз. Потому что когда мы с вами ходим по городу, на нас воздействуют рекламы, с магазинов, супермаркетов, с телевизоров, с интернета, лицо покрывается вот этой чёрной маской, которая в народе называется хари. И мы с вами не замечаем, что вот эти хари на нас налазят. Как это проявляется? Вы заметьте, у детей психика, ой, у детей тело. Вот, карта-то сыпется. У детей, заметьте, лицо, лицо подвижное. То есть любая вот эта вот эмоция, любое чувство на лице отражается. И нам нравятся дети, потому что у детей живые чувства. И мы за это любим и ценим детей. Согласны, взрослые? Согласны? А у взрослых лицо вот это зажатое, вот это вот камень, вот это щёки. Кого за щеку? У него ваша щека твёрдая, понимаешь? Мимика зажатая, потому что у тебя лицо, на нём хари вот эта залезла, чёрная маска. И только роса помогает её смыть. То есть одно только на земле средство есть, это ро-са, которое помогает смывать вот это. Вот. Хорошо, закругляемся. И добрый молодцы, красный деец, Иван Царевич, он поймал пирожи от птиц. Даже пирожи от птиц. Дальше он отправился на подвиги. Батюшка захотел всей жар-птицы, как каждый из нас хочет не кусочек здоровья, пирожи от птицы, а хочет вообще полноценное здоровье. Хотим мы этого? Да! Вот. И царь батюшка захотел. У тебя в голове иногда царь зажигается и говорит, да я хочу быть не просто здоровым, а полностью здоровым. Дети мои, жар-птицу отыскать. И все пошли искать. Не нашел ее, только Иван Царевич с помощью серого волка. Заметьте, вначале Иван Царевич поскакал на коне, но потом коня снял серый волк. Иван Царевич поскакал на сером волке. И волк сказал очень важную фразу. Фу! Тебе на твоем добром коне за три года не доехать даже от птицы. А я знаю, где она живет. Так и быть, коня твоего съел, буду служить тебе верой и правдой. Заскачешь там еду? За три сколько? О чем это говорит? Старые средства передвижения не работают. Вот у нас с вами, заметьте, есть образование, которое мы в школе получили. В институте, еще где-то. Мировоззрение, вот это лисия, которое мы получили, оно не работает. То есть на старом коне, то, что вот правила жизни, которые были в Советском Союзе, они не работают. Ты три года будешь скакать до здоровья, до счастья, до счастливой семьи и не доскачешь. Вон! А надо пересесть каждому здесь сидящему на Серого Волга. Новое средство передвижения. И за три сколько доскакать до этого. И до счастливой семьи, и до богатства, и до родового поместья. Ведь многие строят на родовом поместье, и куча проблем, косячек. Почему? Потому что по старой схеме на старом скане скачут, правильно? А на старом скане мы не доскачиваем, это каждому надо понять. Только по волшебному можно прискакать сейчас к этим ценностям эпохи Волга. Вот. И дальше заметьте, Волг, он какой у нас обороть, он волшебный. Он вжат птицу оборачивается. И коня, и... Велену. Велену Прекрасную. И заметьте, а в сказке Иван Царевич постоянно косячит, совершает ошибки, правильно? Кто за уздечку взялся, кто за клеточку. И серый волк помогает. И вот мы с вами, если мы сейчас подружимся с эпохой Волга, понимаете? Даже если мы будем косячить, серый волк нам поможет. А если ты с серым волком не подружился, но ты правильно скачешь на этом коне. Ты живешь по правильным традициям, только эпохи не сына. И ты будешь три года скакать, и нифига ты не прискачешь, жар птицы. Здоровья тебе не видать. Чувствуете вот эту тему? То есть надо всеми силами сейчас, каждому здесь сидящемуся, подружиться с волком. И тогда только будет радостно. И тогда будет здоровье и будет богатство. И в сказке рассказывается, как Иван Царевич с помощью серого волка все получил, а потом братья забрали. Порубали Ивана Царевича на кусочки. И так сейчас порублена наша Русь-матушка. У нас Болгария, Сербия, Хорватия, Россия, Украина, Беларусь. То есть славянские народы разрублены по кускам. Правильно? Да. И более того, мы сейчас еще с украинцами воюем. То есть какая-то вообще нездоровая тема. И поляки недолюбливают нас почему-то. Хотя поляки братья, но они как-то повернуты лицом к Европе, а к нам занят. То есть мы должны сейчас всем славянским народам сказать, избушка-избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом. И вот как в сказке про Ивана Царевича серого волка волшебным образом волк помог. Ивану Царевичу с кусочком составил, полил мертвую воду, Иван Царевич срочно. Потом живой Иван Царевич взял и ожил. И так все славянские народы, как бы нам ни казалось, что нас порубили, все это ерунда. Сейчас благодаря американским санкциям и благодаря тому, что вообще в мире творится, все славяне срастутся воедино, а потом мы оживем, и Русь-матушка будет красиво жить. А это произойдет волшебным путем. Так что не в сказке сказать, не в пером описать. Поэтому пока ты слушаешься аналитиков, которые говорят, курс рубля упал, мы привязаны к долгам, славяне никогда не соединятся, это разные страны. Ну и конечно же будешь обманывать лесу. Слушать надо не аналитиков, а кого? Ивана Царевича. Правильно, Ивана Царевича. А здесь мы Ван Царевича и Аз говорю, Русь-матушка срастется, сказочная Русь восстановится, и у нас будет сказочное царское самодержавие. И на троне будет у нас царь Горол, сразу после Путина. Все. То есть это будет скоро. Ура! Ура! В честь такого радостного события предлагаю вам станцевать. Ура! Ура! Слава сказочной Руси! Ура!